Клево всем, друзья! Я сегодня с Фидером приехал попробовать половить зимнего карася. Начало декабря, до Нового года осталось каких-то жалких три недельки. И я со своим другом Александром Шугаевым приехал на рыбалку в район хутора Брынковка, попробовать что-нибудь поймать. Температура в районе 5 градусов тепла, довольно сильный ветер в район лица, не очень комфортно, ну ничего. Надеюсь, что-то поймаем. Несколько дней лил сильный дождь, поэтому вообще ничего не знаю. Надеюсь, что-то поймаешь. Поймаем. Вон Санька делает вид, что снасть собирает, типа готовится к рыбалке. В общем, вот так. Погнали, друзья, собираемся. Погнали, друзья, собираемся. Удилища у меня Diver Tender, фитер 11 пью, длиной длина 3,3 метра, с тестом до 30 грамм. Квертип поставил 0,5, но он обломанный. В реальности он сейчас 0,75 этот квертип подойдет. Ветерок, если бы не было ветра, можно было бы смело ставить 0,5, чистый, но из-за ветра я поставил, можно сказать, 0,75. Катушечка у меня солка 0,003. И получается вот такой замечательный комплектик. Само удилища весит 170 грамм. И не помню, кажется, 200 с чем-то весит катушечка. В итоге очень классный, легенький комплект. Как раз для вот таких рыбалок, для каналов, где сильно далеко кидать не надо, большие груза использовать не надо. То есть великолепная вещь. Маленькие колечки и заводить на ветру и заводить на ветру тонкую леску очень-очень весело. Погодка ветренная. Ловить под противоположной стороной. Это в районе 30 метров. Саня выбрал дистанцию недалеко. Решил на меляке половить. Уже поймал 4 латвички-летаранки. Я сейчас буду пробивать, искать место под противоположной стороной. Так как там русло. У нас будет 2 немножко разные тактики, Саша. Саня на меляке, я на глубоком месте. Саня немного кормит, я буду много кормить. Посмотрим. Интересно, что получится. Сначала ищу точку ловли. Я знаю, что на том берегу от камыша сразу свал. И вот я хочу найти сразу низ свала. Ветер слева направо. Кормушку будет сносить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ребят, что я делаю? Делаю заброс, считаю. Потом делаю 2 оборота катушки, клипсуюсь. Выматываю. Делаю заброс. Считаю. Делаю 2 оборота. Клипсуюсь. И таким образом, перебором, ищу участок, где начинается подъем. Подъем плавный в эту сторону. Протаскиванием тяжело его будет найти. Поэтому я ищу вот таким образом. Джиговым. Груз падал на 7, сейчас на 4. Ищу обратным ходом, когда груз будет падать на 7. Отматываю. 1, 2. То есть, нашел подъем плавный. Сейчас груз падал на 6-7, сейчас 1 на 4 упал. Отмотал назад. на 5 упал еще от маты а я знаю не знаю на 6 упала все перебором туда-сюда нашел самое глубокое место и самое глубокое где начинается глубокое место в русле все точку отбил можно начинать кормить друзья прикормка у меня еще осталось с последней рыбалки мире даже не с последней кидал тут с разных рыбалок в принципе здесь стандартная для меня прикормка лес черного цвета и немножко я знаю вроде бы арома мидии было и арома мотыля принципе все лежало в холодильнике в морозилке такая вот прикормка все осталось чуть-чуть добавить ее воды все отлично прикормка готова сюда я добавил буквально чуть-чуть одну пачку мотыля который в пакет пачках поддаются все погнали друзья привет ты в гости ты рыбак от собаки вич ребят сейчас положу буквально 3-4 кормушки за корма вот такая небольшая кормушка попробую с ней 20 грамм боковой ветер получится с ней не получится сейчас буду пробовать такая вот отлично отлично саня он какую-то белую рыбу таскает то ли мелкую таранку то ли крупную плоту понять не может все ребята закинул последнюю кормушку сейчас в принципе без проблем можно попить чайок плотва тарань красноперка уже там но мне они не интересны и все-таки будут пытаться ловить карася поэтому небольшой перекур что ребятки немножко чайку и минут через два с тридцать есть смысл пробовать уже налочь начинает ловить карася ваше здоровье по чайку по чайку и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, можно начинать ловить. Как показал Саша, очень много мелкой вот такой таранки, буквально 10-12 см. Поэтому поводок изначально буду ставить очень-очень короткий. Так, что у меня есть? Вот поставлю для начала 14-й номер на 0,12-м поводке. Так, поводок длиной 15 см. А вдруг карасик этого захочет? А дальше все по обстоятельствам, ребята. Буду пытаться понять, что рыбке надо, то и давать ей. Надеюсь, получится. Если вообще что-то рыбке надо, как очень часто. Так, начну с одного красного опарыша. Вот такого. Я больше чем уверен, первые поклевки все равно сейчас будут не карася. Кормушка. В ней мотылик. Вкусная, красивая прикормка. Короткий поводок. Очень короткий фидергам, буквально 3-4 см. У меня. Ну, первую пошел. Петр Васильевич мне написал, что я фридерг. Да. Я написал, я знаю, что ему угодить. Я знаю, он мне вот так не подходит. Оп, первая поклевочка, что-то есть, ребята. Ой, как классно, даже маленькую рыбку таким легким удилищем тащить. О, бьется. Там кит, наверное. Микро. О, Саня. А я лещей ловлю. Ребята, рыболещ. Кубанский. Азовский лещ. Трепещите. Азовский лещ. Это я такое, что заявка на победу. А что ты выпускает? Я боюсь. Порвет, Саня. Порвет. Отмазываться, потом будешь эту всю рыбу упускать. Порвет. Весы в конце покажут. А ты громовые взял? Я уже штук 40 поймал. На 35 вот так. Ты взял весы, которые чисто там, эти медицинские, в граммах вешают? Да. Саня, сдаешься? Видишь, у меня лещи. Не сдаваться, у меня уже я тебя количеством так взял, что ты даже 50 на 5 килограмм поймаешь. Ребят, пока я тут всем занимался, Саня все время ловил. У него уже десятка три рыбы. Мелкая, но рыба. Я ему говорю, ты сдаешься. Саша, это трофей. Это победа. Это победа. Над кем над собой? Над рекой. Мимо. Сход. Трофейный сход. Травы ловит. Так, не поли контору. У нас ты так не возьмешь. По глазам не буду где-то. Если я сейчас туда закину, в сторону, то я сразу карасяц. Понимаешь? Налету плюют. С первого заброса. Налету, Жор. Я такие завязать не смогу. А, так ты и так один, ребята. Опять лещ, ребята. Опять азовский, кубанский лещ. А вы говорили, у нас нету леща. Есть, вот он. Я теперь тебя буду называть трофейщиком. Точно, лещатником трофейщиком. Нет, Сань, это крупно. У меня есть видео, я боюсь его выкладывать. Там лещи в три раза меньше. Боюсь даже к нему приступать. Нифигасия, фрикцион жужит. Сань, смотри, какую рыбу я тащил. Какую, давай, давай. Я боюсь, я боюсь. Так, это карась, это карась. Ничего себе нет, это тарань. Тарань. У Сани на катушке, от советской невской катушки, стоит фрикцион. Поэтому он такой громкий. Сейчас из рук вырвет что-нибудь. Ого, точно, вижу, вижу. Мощная подача. Тоже на глиссере? Саня, есть! Это трофейный лещ сегодня. Ребята, лещ трофейный. Не шуми, у меня рыбу так все испугают. Любители ловли леща, вы знаете, куда приезжать за лещом? В Краснодарский край. Это лещовый рай. Да, Краснодарский край, это лещовый рай. Ого, 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 ого. Здесь лещ или лещара? Смотри, 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 что творит, а? Ого. Так, а вот это карась сто пудов. Нет, смотри, таранища какая. Ребята, я саню сделал даже по размеру тарани, смотрите. Зато карпа ты ни одного не поймал. Вот так вот. Ни разу не слышал даже звук фрикциона тебе. Он у меня смазанный, в отличие от тебя. Да, отмазывается. Да, я свой фрикцион смазываю. Как люди тебе вообще мерят? Это ты свой размазываешь. У тебя трещит даже просто, когда крутишь пустую кормушку. Абрыбу цеплялась. Абрыбу? Да. Есть, ребята! Ребята, это самая... Просто слов нет, одни эмоции, друзья. Выпало. Вот это было нечто. Это было нечто. Вот этой гадости там немерено, друзья. Просто немерено. Вот этот подлещик и мелкая тарань. Карась в полном коматозе. Я не знаю, что делать. Уже перепробовал все. Мы так подумали, что вряд ли бы помог грунт. Просто он стоит в полном коматозе. Ну, зато вот так вот клюет рыба. Есть, ребята, я это сделал. Друзья, карасик, я его поймал. Вот такой красивый. Все-таки уговорил, друзья. Уговорил я его, ребятки. На подшаговке ловлю с пустой кормушкой, Саш. Да, я знаю, я сломаю просто. Офигеть. Ребят, просто дуркую. Да? Я пробую такого. Причем кидать не надо далеко. Есть такой способ ловля в поиске. Спортсмены очень часто используют его в поиске рыбы. Когда-то им нету клева. Забросили, кормушка упала. Аккуратненько. Оп, и поклевка сразу. Начинаю тащить, и сразу поклевка. Сейчас еще покажу, друзья. Таким образом, порой находишь рыбу. Когда нету-нету, даже закормленная точка, рыбы нету. Начинаешь вот так вот искать. Вот красноперка хорошенькая. И начинаешь вот таким образом искать. И реально находишь. В этом миксике клипсуешься, и отлично ловишь. Вот опять пустая кормушка. Заброс. Все, коснулась дна. Делаю протяжку. Оп, поклевка сразу. Класс. Попробуйте такое. Ребята, если для вас это новое, ставьте класс. Если вы узнали об этом в первый раз. Что так можно ловить на фидер. Нарисуй мне на спине. Опять пустая кормушка, заброс. Кормушка легла на дно. Делаю протяжку. Тишина. Протяжку. Дюбнула. Не клюнула. Протяжку. Дюбнула опять, не села. Протяжку. Можно по чуть-чуть подождать. Протяжку. Оп. Есть. Есть. Так будет очень хорошо карась берет. Просто сказочно. Но сегодня вот карась не наша рыба. Длина протяжки должна быть больше длины поводка. Хорошая поклевка. Приятно такие поклевки в руку ощущать. Класс. Ребята, я поймал сазанчика. На проводке. Маленького на протяжке. То есть вот рыба есть. Но она малоактивная. Попал под нос он клюнул. Вот такой настоящий дикий сазанище с усами. Смотрите. Вот так вот. гуси летят. Сlift. Да. Знаете, гуси летят. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...